Говорить не о достижениях, а наоборот о недочетах в работе. Тем более, что последних, как выяснилось, предостаточно. Такую установку своим подчиненным в начале расширенной коллегии следственного управления по Ямалоненскому автономному округу дал руководитель ведомства Александр Фумин. Совещание, в котором приняли участие руководители всех территориальных подразделений, прошло в администрации города. В этом году впервые за 6 лет по итогам работы окружное следственное управление заняло 18 место по России. Намного лучше показатели у коллег из соседнего Хантамансийского округа. Они в течение нескольких лет не опускаются ниже 10-го. Основных проблем, которые необходимо решать несколько, это большое количество нераскрытых преступлений, нарушение сроков расследования, высокий показатель по оправдательным приговорам. Обеспокоенность руководства вызывает и слишком большое количество отмененных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Следователи должны полно, всесторонне, объективно и оперативно расследовать те или иные преступления. В противном случае ответственность за непрофессионализм сотрудника будет нести не только он сам, но и его непосредственный руководитель, вплоть до снятия с должности и увольнения, сказал Александр Фумин. Когда мы собрали в полном объеме и установили в соответствии с уголовно-профессиональным кодексом о том, что отсутствуют признаки состава преступления, тогда мы имеем право выносить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. А что получается? Получается, если мы изучаем постановление, а потом и материалы, на следственные проверки, следователь даже не удостоился в течение не только трех, десяти, а то и бывает и тридцати суток, что предусмотрено статью 144. Ни одного следственного действия не выполнили, кроме одного, продлить сроки до десяти и до тридцати суток. Как можно говорить тогда о надлежащей работе следователя? Продолжение следует...